Контур лица существенно искажается и портится кожа на подбородке. Следующая проблема – это проблема брыли. И эта практика чрезвычайно полезна для улучшения качества кожи. Специальная мышца, которая сморщивает нам бровь. Делаем растяжение очень деликатно, как и все, что делается на лице. Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы поговорим с вами про старение кожи лица. И возрастные изменения происходят незаметно. И есть простой пример. Например, посмотрите на свою фотографию в паспорте. Помните, как она вам не нравилась, когда вы сфотографировались? Но прошло некоторое время, и она оказывается не так плоха. Суть проста. Старение происходит незаметно. Мы, как правило, его не замечаем и осознаем его лишь на фотографиях, когда смотрим на свои старые фотографии и сравниваем с настоящим. Штука здесь в том, что старение происходит поэтапно. И сейчас мы разберемся в основных этапах. Лицо – это штука, которую мы постоянно эмоционируем. То есть имеем там мимические какие-то напряжения. Если человек хмурится, если человек зажимает лицо, то у него происходит напряжение мускулатуры лица. Аналогично можно сказать, что изменение позы и осанки также может приводить к напряжению мускулатуры лицевых мышц. Так, например, напряжение мышц, поднимающие верхнюю губу, приводит к носогубке, напряжение мышц лба приводит к формированию морщин и складки между бровями. После того, как формируется напряжение в мышцах, это напряжение формирует нам заломы и складочки по коже лица. Чаще всего мы, конечно, помним про складочки на лбу и складочки носогубные. Эти складочки по факту являются препятствием, сквозь которое жидкость, кровь и лимфа не может нормально циркулировать. Это, в свою очередь, приводит к тому, что в этих местах образуется отек и воспаление. Соответственно, в тот момент, когда ткани набирают какое-то количество жидкости, через них гораздо хуже начинает проходить кровь и лимфа, и, соответственно, клетки не получают должного количества питания, не получают должного количества тислорода, и продукты распада не отводятся из кожи лица. Это, в свою очередь, абсолютно драматически отражается на качестве кожи. Клетки перестают регенерироваться, там нарушаются обменные процессы, кожа начинает шелушиться, иммунные клетки не могут добраться до пор, где живут всякие мелкие твари типа микробов, там возникает воспаление и начинаются прыщи. И всё это приводит к тому, что, например, тератомы, например, вирус папилломы начинает разрастаться на лице, и мы обнаруживаем уже конкретные возрастные изменения. И нас, конечно, интересует не работа с последствиями, когда кожа уже состарилась. Гораздо лучшие результаты даёт работа с первопричинами, то есть работа с мускулами, которые перегораживают нам кровообращение. Давайте последовательно обсудим морщины на лбу, гусиные лапти, проблемы обвисающих щёк, носогубную складку и двойной подбородок. Начнём с морщин на лбу. Мы последовательно с вами сдвигаем лобную мышцу к середине и растираем её по ходу волокон. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Если вы обнаружите болезненные точки, то растираем до исчезновения болезни. Следующая точка – это работа по скуловой кости. Когда мы работаем с обвисающими щёками, вот здесь необходимо зафиксироваться, выполнить несколько круговых движений по скуловой кости. Если вы находите болезненные точки, то останавливаемся, уменьшаем нагрузку и работаем с этими структурами. Крайне полезно также будет поработать с жевательной мышцей. Это всё здорово увеличивает кровоснабжение щёк и расслабляет мускулатуру, которая поднимает верхнюю губу. Эта практика чрезвычайно полезна для улучшения качества кожи по щекам. Именно там очень часто образуются прыщи и какие-то сосудистые изменения. Эти изменения как раз связаны с тем, что мускулатура, которая поднимает нам верхнюю губу, находится в спазме. И здесь параллельно существуют проекции гайморовых пазух, где, соответственно, воспалительный процесс транслируется на поверхность кожи. Следующая проблема – это проблема брыли или двойного подбородка. Вам необходимо поработать с подкожной мышцей шеи, с платизмой. Вы фиксируете пальчики по нижнему краю челюсти, легко и деликатно. Чуть-чуть натягиваем подкожную мышцу шеи вверх, а потом её отпускаем. Натягиваем и отпускаем. Это действие связано с её растяжением. И, соответственно, можно сделать более сильную версию, когда мы подкладываем пальцы под основание черепа, большими пальцами отводим, оттягиваем подкожную мышцу шеи и чуть-чуть запротидываем голову, а потом отпускаем. И так делаем 15-20 раз. Напоминаю вам, что каждый раз, когда вы работаете по лицу и по нижней челюсти, особенно важно помнить о состоянии лимфатической системы. Со стороны нижней челюсти существует огромное количество лимфатических узлов, которые очень часто приводят к тому, что подкожная мышца шеи нормально не работает, платизма. Это приводит к тому, что контур лица существенно искажается и портится кожа на подбородке. Для того, чтобы правильно работать с платизмом, я вам рекомендую помнить о том, что категорически необходимо работать с лимфатической системой, с венозным углом, следовать протоколу о том, каким образом работать с лимфой, вы можете узнать на нашем курсе по моделирующему массажу. Вы можете записаться на трехдневный бесплатный марафон в ссылочке к описании к этому видео. Переходите, регистрируйтесь, вам будет очень интересно. А мы продолжаем. Следующая точка, на которую мы обратим внимание, это гусиные лапти. Мы берем очень небольшое количество масла, наносим его на указательные пальцы, ставим указательные пальцы на краешек глаза, а средними пальцами немножко оттягиваем кожу. И начинаем выполнять круговые движения, деликатные и поступательные, по внешнему краю глаза. Здесь необходимо выполнить порядка 20-30 вращательных движений в одну сторону и порядка 20-30 вращательных движений в другую сторону. Ни в коем случае не усердствуйте слишком сильно. Этот процесс займет некоторое время у вас, потому что складочки — это маленькие рубцы, и в тот момент, когда вы их массируете в разные стороны, они приобретают мягкость, и складочки исчезают. Следующая очень важная точка — это межбровная складка. Дело в том, что есть специальная мышца, которая сморщивает нам бровь. И наша работа будет заключаться в том, что мы бровушку будем сморщивать, а потом растягивать. Сморщивать и растягивать. Здесь очень важно правильно осознавать движение сморщивания и растягивания. Сморщиваем мы для того, чтобы расслабить мускул, а растягиваем для того, чтобы растянуть покровные фасции, которые находятся поверх мышцы. Мы делаем растяжение очень деликатно, как и все, что делается на лице. Мы растягиваем, находим точку преднатяжения, и в ней остаемся на протяжении некоторого времени. Аналогично можно поработать с межбровной складкой через выщипывание. И тот же самый прием выщипывания мы применим для того, чтобы проработать носогубную складочку. Мы берем за ноздрю, обратите внимание, как поперек, перехватываем за ноздрю и начинаем выполнять тянущие движения в одну сторону, в другую сторону, вниз, вверх. Можно совершить несколько вращательных движений. Это не должно быть болезненно. Обращаем внимание особенно на те направления, где существует сопротивление по упругости кожи. Это означает, что именно в этих направлениях слои кожи между собой слиплись, и там происходит воспалительный процесс. Наша задача максимально рассоединить эти слои и наладить нормальное кровоснабжение областей возле носа. Эти пять техник позволят вам не только предотвратить старчести изменения по вашему лицу, но и зачастую обратить их вспять. Они чрезвычайно просты, но за счет того, что они ориентированы на первопричину того, что лицо изменяется, вы реально будете удовлетворены результатом. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити и одноименной онлайн-школы, школы, где мы учим вас делать массаж, учим понимать свое тело, организуем сообщество людей, которые заинтересованы в здоровье, обмениваемся мнениями и своим личным опытом, и главное, становимся здоровее, счастливее и богаче. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok